Вот всё перебрали, углубили, фундаменты, это же фундамент, это же не просто так, это фундамент при существующем здании. Трудно поверить, что ещё несколько лет назад подвал объекта культурного наследия в буквальном смысле утопал в воде и грязи. Он был здесь изначально при владельце купце Александре Бурлове, но в советские времена большую часть подвала засыпали грунтом. Подвал, который на плане БТИ был изначально, вот только в этой части, а всё остальное было засыпано грунтом. И здесь было всё, вот стены, стены, ничего не... А там вот я ползал вообще там на четвереньках с той стороны, просто всё было засыпано. Ну, с чего? Сначала вытащили грунт, потом решали проблемы с водоотведением, всё топило. Фундаменты цоколь укрепили, сгнившие венцы заменили. По периметру здания проведён кольцевой дренаж. В интерьере подвала сохранён и показан бутовый фундамент. Это большие камни природного происхождения. Реставрация дома купца Бурлова, который датирует концом XIX – началом XX веков, идёт в Вологде более шести лет. Работы ведёт компания «Электро». Такие объекты, которые находятся в городской очерке, именно и ценность их в потенциале этих объектов, то есть его надо раскрыть максимально. То, что казалось, на первый взгляд, незначительно важным, после приведения этих работ, всё меняется. Специалисты утверждают, что, собственно, реставрационных работ здесь не так много. А вот комплекс работ по приспособлению существенный. Это значит, что те уголки дома, которые ранее не использовались, теперь могут быть активно задействованы. Вот мы находимся на чердаке. Здесь был исторический чердак холодный. Ну, то есть чердак и чердак. Сушили веники, половики, были под ногами глина, трубы и маленькие дорожки, деревянные, трапики, чтобы люди просто ходили. Но, увидев этот масштаб помещения, сразу пришла идея. Ну, во-первых, сделать его для показа. Конструктивизм плотницкого мастерства, вот вы видите, да, вот эти балки, простейшие конструкции, самонесущие. Вот мы видим размах, сколько тут метров, наверное, 17. Ни одной подпорки нет. При Бурловых на чердак вела небольшая, почти вертикально расположенная лестница, типа Времянки. Здесь была лестенка на чердак. На чердаке в полусогнанном состоянии надо было дойти до этого люка, в этот люк пробраться и попасть на тот чердак. В этом люк, там была лестница, в этот люк вот так вот нагибаетесь и заходите вот в это помещение. Воссоздать идентичную лестницу было бы странно, признается реставратор. Это абсолютно нефункциональное и даже небезопасное решение. И что делать? Сделать лестницу а-ля 19-й или там начало века, да, 20-го, это будет подделка. Здесь же ее не было. И принято решение, наоборот, сделать лестницу в совершенно индустриальном, современном стиле. Металлическая лестница в стиле хай-тек соединяет подвал, первый этаж и чердак. Еще одно современное решение в этой же части здания – отделка лестничного пространства стеклянными панелями. Чтобы раскрыть пространство, то есть это безопасность, прежде всего, это стекло непростое, это стекло каленое, оно безопасное. Раскрыть пространство, то есть если здесь, ну не знаю, зашить деревом, грубо, громоздко, а стекло, оно играет наоборот, оно не убирает объем пространства помещения. В остальном при реставрации эксперты старались показать ценность возраста дома, его старину. Не закрывая эту страницу дома Бурловых новыми красками и материалами. Эта идея возникла при расчистке обшивки здания. Не скрыть, закрасить с арменными красками, сделать расчистку, докомпоновку, реставрацию, сделать фасад, вот какой он был. Такой фасад не сделать никогда и никому, это просто бесполезно. Материалов нет, таких колорантов нет, и рук тех нет. Поэтому было принято решение просто вычистить. Нижняя часть дома, к сожалению, не уцелела, мы ее поменяли. А все остальное, карнизы, наличники, пилястры, просто расчистили. И при расчистке-то и выяснилась вот эта вот витеватость узора. Дом был малахитового цвета, и это видно, если внимательно присмотреться к стенам. Заметны мельчайшие вкрапления, которые не удалось удалить. После расчистки обшивку дома покрыли маслом, законсервировав фасад. Важно было показать то время, пусть с утратами и отпечатками ветхости. Обходя фасад, вы можете врутить, там есть вот араты, есть некоторые элементы опрелости, ветхости. Все это со временем за 100 лет выветрилось, с дождями, со снегами, с пылью, там все прочее, прочее. Просто вычистили, законсервировали и оставили так, как есть. И вот этот вот наш подход, он перешел и внутрь дома. К примеру, на первом этаже при расчистке стен от штукатурки выяснилось, что при хозяевах дом не был оштукатурен. Это было сделано, вероятно, когда здесь располагался губком РКПБ. На стенах видна решетка от дранки, которую использовали при оштукатуривании. Изначально же прямо по дереву здесь были приклеены обои. Как мы не можем эти обои нигде ни заказать, ни купить, ни изготовить, мы решили просто вычистить стены, сделать противоритные работы, потому что гнилых элементов было много. Эти элементы были не просто декоративные, они были конструктивные, то есть их необходимо было менять, чтобы объект стоял. После расчистки мы это все покрыли бесцветным маслом. Сохранили на объекте и подлинные двери. Они прошли полный процесс реставрации, поскольку находились в плачевном состоянии. Много раз были перекрашены, бесчисленное количество раз врезались новые замки и петли. Все двери подлинные на объекте. Все двери прошли, конечно, полный процесс реставрации. То есть они были в ужасном состоянии. Они были покрашены, не знаю, 15 раз по одному и тому же месту, битые стекла, утрачены углы, бесконечно замки, меняли петли, меняли замки, все изрезано, все избито, и вид был очень плохой. Настоящая находка – показать будущим посетителям, как устроена старинная печь – ровесница дома. На первом этаже реставраторы раскрыли один из таких объектов. Когда мы вскрыли, она была в плохом состоянии, мы ее вскрыли, она была безликая, совершенно белая стенка. А вскрыли, оказалось, там две топки, какие-то ходы, какие-то вьюшечки, каналы печные. И мы решили не закрывать это, а показать. Называется экспонируемый зондаш. То есть вот как устроена печь в начале века, никто не знает. Пока не разберешь, не увидишь. Другие же печи в доме остались, как и полагается, изразцовыми. А вот в подвале реставраторами сделан камин. Из него через печь на первом этаже на крышу идет противопожарный дымоход – сэндвич-труба из нержавеющей стали. Так что все печи действующие, в том числе и камин. Уж не камин, наверное, печка была. Вот от нее остаток, она здесь стояла. Какая, мы не знаем. И когда вот раскапывали, все вынимали, мы нашли кучу вот таких вот кирпичиков маленьких. Это не искусственно сделано, это такие были. Нашли какие-то остатки цоколя из росы. Остатки все убитые, просто валяющиеся. Все собрали, сохранили. И потом из этого всего собрали камин, ну, действующие. Дом уже сейчас живет новой жизнью, при этом самое ценное. Сохранена его история. А каким будет его новая роль, в Волокжане узнают позже.